ну что друзья решил я попробовать такой интересный продукт как самбукус нигра или просторечии бузина черная интересное растение везде растет в подлесках в лесополосах где угодно его много плодоносит хорошо некоторые даже варенье делают говорят очень лечебное растение в основном цветы заготавливают ну и вот ягоды ну раз делают варенье с ягод почему нельзя сделать пиво с добавлением бузины посмотрим но я почитал немножко информацию она оказывается немного ядовито для млекопитающих но для млекопитающих ядовиты все части растения то есть корни листья стволы кроме цветов но цветы заготавливают в мае у него запах какой-то не очень у цветков и ягоды ягоды безопасны сама мякоть ягод но семечки тоже содержат вот этот алкалоид самбунегрин который расщепляется и получается с него синильная кислота это очень сильный яд но я так понимаю надо сожрать очень хорошо там килограммы этой бузины чтобы получить дозу смертельную поэтому я взял кастрюлю ситца небольшое и сейчас сделаем немножечко очищение бузины чисто чисто мякоть сам сок будем использовать запах такой довольно специфический типа послёна сама ягода по себе на вкус очень очень сладкая и терпкая чуть-чуть горчинка есть никакой кислоты вообще даже намека на кислоту нету может это и хорошо для пива не будет кислинку давать но терпкости вяжущая такое ощущение во рту присутствует поэтому много добавлять не буду вот совсем чуть-чуть получилось кстати его используют еще как такое природное красящее средство запах очень мощный такой травяной травяной ягодный очень интересный запах добавлю грамм 150 тут получилось на 10 литров посмотрим посмотрим как получится по результату если больше значит больше будем добавлять если меньше значит надо меньше так пришла пора сделать наше сусло с помощью вот такого прикольного приборчика сейчас мы подключим приборчик этот включили так а плиточку сюда в нагрев нагрев опа плиточка у нас заработала отлично так теперь надо датчик опустить в кастрюльку нашу и выставить температуру которую нам надо а нам надо белковую паузу то есть нам надо 52 но запасом то что зерно засыпаемая туда понизит температуру значит нам надо где-то 54 сейчас выставим 54 так где она вот она ингберт загрузилась вот она наша в сети 15.7 и тут 15.7 все верненько так значит что нам мы делаем мы повышаем температуру так 50 54 вот так 54 окей окей так у нас выставлена температура 54 сейчас на датчике 15 заливаем воду так водичку набрали датчик наверно в какой-то кожух сейчас одену вот такой есть у меня щуп запасной на цкт куда датчик температура вставляется я сейчас сюда и вставим так до конца все вот так у нас будет температуру мерить понеслась так и проследим за температурой как будет изменяться ну что пошло изменение так что у нас тут нагрев два градуса разница в нагреве то есть 54 нагреет нагрелась и если упадет на два градуса мы сейчас сделаем не два один градус 1 градус на 1 градус до 53 упадет и и тогда включится но охлаждение нас не интересует температура 100 градусов нижняя минус 40 нормально так все отлично отключилась температура у нас а инерция все-таки идет 55 и 8 56 надо учитывать надо учитывать инерцию нагрева воды пока она остановит нагреваться поэтому сейчас 55 и 8 температура 54 выставили 55 и 8 она остановилась на почти на два градуса выше по это нас не смущает поэтому мы засыпаем наш солод нормально 54 засекли 15 минут за 15 минут 52 54 нормальная температура для нашей паузы если температура упадет ниже заданного то есть меньше 54 клитка включится так 15 минут прошло повышаем нашу температуру на паузу осахаривания то есть 65 градусов у нас будет повышаем какой у нас 60 65 есть окей все 65 включился нагрев все нагрев у нас включился пойдем посмотрим ага хрен там долбанная индукционная плитка ну что ж вручную приходится включать обычную плитку надо использовать индукционная просто выключается и потом включается просто но на подогрев не вручную надо включать короче надо использовать обычную плитку индукционная не подойдет на обычную электрическую то есть тены включились нагрев работает выключились не работает все ждем нагрева до осахаривания на 65 она выключится то есть а еще плюс запас запас инерции нагрева значит 6567 она выключится на 67 и как раз пока за 40 минут упадет градуса даже если на 3 на 4 ничего страшного не произойдет ого-го-го-го температура ого 76 градусов ни хрена себе машаут короче дикстринов будет короче надо мешать надо смешалка это использовать для регулярно помешивать самому нельзя так уходить и ждать пока она нагреется потому что солод осел на дно и выбрал себя температуру а вверху температура намного ниже и пока она догнала температура до датчика общая температура поднялась на 76 градусов на 10 градусов на 10 градусов поэтому технологии технологиями но контролировать надо вручную мешать если уж технологии значит технологии по полной программе значит мешалка должна быть когда мешалка постоянно работает температура равномерно распределяется ну или хотя бы во время нагрева помешивать периодически чтобы не сложилось не образовалось температурных пауз таких нюанс надо учитывать прошло полчаса надо хоть посмотреть она хоть осахарилась или нет заливаем до хрена до хрена ну такой сиреневый фух йодом воняет сиреневый цвет конечно еще пускай минут 20 постоит что оно падает у меня ну что температура уже упала прошло 50 минут до 30 и 20 50 минут прошло температура упала уже даже 63 градуса вот сейчас пробуем пробуем йод еще раз если осахарилась то все замечательно отлично отлично вообще не меняет цвет мы шаут я даже делать не буду потому что у нас самого начала мы шаут был все сейчас отфильтрую сварю и будет у нас пивас вот такая вот бузина в огороде сейчас наберем попробуем долбанная собака постоянно гавкает а бузина красивая вот у меня тут ну не 10 11 11 литров получилось какая красота бродящая сюда 150 грамм 150 грамм посмотрим что получится ну может какой-то розоватый цвет даст попробуем даже цвет почему-то не поменяла почему-то даже цвет не поменяла но запах интересный чуть-чуть чуть-чуть чем-то таким отдает не очень слабо очень слабо ни о чем ни о чем поэтому еще доза газа в два а может и в три больше получилось все-таки не хочу я ягодки можно было вот эту вот низгу с ягод туда закинуть но не хочу очень терпкая она такая терпкость терпкость в ней получается от кожицы и от от семечек ну и тем более в семечках вот этот нехороший ингредиент покипячу и опять туда посмотрим что получится самая приятная часть всего этого долгого мучительного процесса дегустация тестирование тестер первой категории начнем так ну сам буни грим наш закарбонизировался сам букус нигра это как коктейль будем пробовать мачканем чтобы все кто-то пришел что-ли бухать давай тестируй холодненькая сильно но вкусненько холодненькая холодильника сколько там градусов 6 наверное вкусненький запах запах очень интересный да такой ягодный смузи такой очень приятный очень приятный запах ягодки ягодки какие-то смородинки что-то такое корзина лесная такая да той бузины нету такого травянистого терпкого запаха как у ягод был интересная корчинка и в то же время вот это ягодное дополняющие в конце ягодный такой вкус вообще такой и плавненькая такая кислинка ягодная она совсем там вот прям вот в конце в конце очень приятненько ненасыщенный такой знаете вот шупашу вот только только бузина и все и вот она здесь и нет она она все вместе плелось все очень интересно вплелось как бы яркого хмелевого нету запаха и супер ягодного нету и супер ягодного да все такое плавно обтекающе очень нежно приятно пахнет очень похоже очень похоже такие опашные такие начала но потом такой смузи ягодная интересно вот нащупываю в конце вот послевкусие интересно на языке все-таки такие яркие терпкость такая есть может быть знаешь она лучше пошло бы для стаута какого-нибудь черного очень интересные бы нотки получились если бы многие химичи с черникой а причем здесь черника не очень многие состава там чернику добавляет ну да большинство стало темные ягоды для темных сортов пива я думаю они хорошо подойдут вот мы сиживика кажется даже пробовали с тобой тоже кстати ничего так было ну у тэнменов да черника стаут с черникой тоже отлично отлично вообще я думаю бузина тоже со стаутом но отличное такое зайдет послевкусие если еще типа мелкшейка может сделать такого знаешь темный сладковатый да мягкая такая кремовая чтобы текстура была и вот такая сливочный какой-то мороженое получится да 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 и вот такая вот очень приятная кстати очень мило насчет того что ягода сама по себе терпкий и рисунки травянистый вкус у нее и запах то в пиве очень даже нежно и гармонично так скажем она не приборщить вообще будет следующий раз думаю более гармонично будет со стаутом или с портером каким-то сделать обязательно попробую обязательно терпкость прикольная я чувствую сейчас нащупываю я весь язык такой весь в ягодах терпкость когда язык такой прилипает к негу жду жду когда же там не ну очень своеобразная и интересно не отталкивающая у них удачный эксперимент почему конечно я думаю у нас по лицам сразу было видно бы ну да да правда с ней работать это с чистый геморрой выжимать да капец можно было перемолоть но там в этих ягодах этот самбунегрин долбанный не хочется же чтобы нас накрыло нахер ну даже до доли какие-то проценты чтобы там какие-то негативные были последствия поэтому все там вся бузина я так понимаю очень полезно не только я смотрел там и про цветы цветы ягоды все остальное как бы во всех остальных частях растения вот этот самбунегрин присутствует ну там его в малых в очень малых количествах там надо ну не знаю там этот куст сожрать самому за час и тогда накроется раз присутствует значит ну его нафиг ну да поэтому ну не рыба фугу да а то сейчас мы тут сейчас прорекламируем все будут бояться с ним работать какая такая рыба это куст они же яд они же яд выделяют эти ягоды за как я не буду с ними работать слышишь он нагревается не вообще я тебе говорил такой вообще ты мне сразу ледяное дал и ждешь от меня результата может нагреться должно было очень прикольно нагревается и ну у нас уже пошло такое расширение сосудиков сосудов да и дыхательных путей и такой прямо букет какой-то цветочно ягодный так что будем прощаться вытестиваю пиццу пойдем пиццу все всем пока делайте хорошее пиво съехать да совсем чем угодно все что нашли в холодильнике туда кстати друзья еще такой нюанс интересный вот с игорем тоже спасибо у него такое же ощущение легкого а не менее во рту как будто какая-то анестезия или или я не знаю как ну да что-то такой вот что-то какое-то не знаю рассказать ватное состояние языка такая какое-то да все-таки что-то какая-то есть есть непривычная такая составляющая какая-то соединение наверно химическое что какое-то такое состояние не знаю сейчас пьем видео сделаю там через пару-тройку дней если видео выйдет значит все в порядке да да если кто-то один из нас нет в любом случае видео выйдет рецепт вы вышли по любому ну короче да такой нюанс пока так пока все в порядке видео